Привет всем! В прошлый раз я наконец-то додонатил в грид, чтобы у лоста была святая мантия со старта, и теперь можно им адекватно играть. До этого момента, если бы я им начинал играть, у него было бы... Он был бы без мантии, в общем-то, да. У него всегда со старта вот этот кубик. Этот кубик называется Eternal D6. Можно на второй этаж сразу же пойти. У него спектральные слезы, у него нету здоровья, он умирает ровно с одной тычки. Я не запомнил, как выглядит эта пилюля, но ладно. И, собственно, ему все еще могут падать предметы на хп. И когда вы берете его, у вас ничего не меняется. Он может подбирать синие сердца, но это ничего не будет делать ему. И этот кубик, который со старта, он как D6, но у него есть 33% шанса, что предмет будет удален. Так что его использовать стоит только в тех случаях, когда предмет, который вы ролите, совершенно вам не нужен, как вот сейчас было. Как бы Крэкджек еще триньку дает, но сомневаюсь, что эта тринька будет какой-то важной. У лоста есть возможность нажимать на кнопку в гриде без какого-либо наказания. И так как я потерял мантию, я сейчас это и сделал. Типа, перезашел в комнату, и у меня мантия вернулась. Это можно проследить за вот этим вот крестиком, или проследить за свечением вокруг персонажа. Но проблема в том, что такое же точно свечение от полароида, поэтому вы не всегда можете надеяться на это свечение. Когда останавливаешь волну за лоста в гриде, то ты теряешь парочку монет для следующей волны. Так что... Это, конечно, можно делать, чтобы спастись, но это также и лишает вас нескольких монеток. Чё-то я как-то плохо дамажусь. Хочу я по скидке... Чёрную свечку. О, сомнаводка это замечательная штучка. Всегда приятно её иметь. Ну, кроме тех моментов, когда, ну вы знаете... Эпик фиатус там, нож, людовик. Вот эти все дела. При обычной атаке никогда не бывает такого, что самонаводка плохая. Что я не рекомендую за лоста делать, это прятаться за камнями. То есть, да, это реальная тактика. Вы можете просто спрятаться за камнем и убивать безопасно всех врагов, потому что у вас слёзы пробивают камни. Но в этом есть проблема. Всегда могут попасться волны с врагами, которые летают. Так что, да, я не советую этого делать. Лучше всего играть так, как будто у тебя нет полёта, и доджить, как обычно. Из-за того, что у тебя есть полёт, ты обычно стремишься куда-нибудь в угол забиться, и из-за этого и получаешь урон. В итоге полёт делает тебя ещё более уязвимым из-за этого. Надо очень мудро использовать эту возможность. А не в обратном направлении пугаться и бросаться в углы сразу же. Ну и разумеется, что, прежде чем играть лостом, нужно изучить всех боссов, всех обычных врагов, все, возможно, сложные комнаты. Потому что, если вы этого не сделаете и пойдёте играть лостом, вы обнаружите, что играете намного хуже, чем обычно. Потому что обычно ты не замечаешь, насколько часто ошибаешься, а лост ошибок не прощает. На лосте ты мгновенно начинаешь понимать, что ты играешь как каблук, который забился в плитку асфальта. Воткнулся и не хочет выходить. Так что да, для того, чтобы играть лостом, нужно очень много опыта. Нужно быть уверенным в своих силах, нужно мгновенно понимать, что тебе нужно делать в каждой ситуации. Нужно знать все предметы и так далее. Но, в принципе, обычный лост. За счет мантии всё-таки, ладно, у него есть право на ошибку. Я, наверное, предпочту взять сейчас пустой сосуд, потому что у меня, по факту, будет включаться щит периодически. Наверное, это меня может спасти. Насчет сделок. Лост бесплатно покупает что-то за сердца, но как только он купит, все остальные предметы, которые продаются за сердца в этой комнате, исчезнут. он может покупать бесплатно, но покупает он только один. Пустой сосуд, разумеется, работает, потому что у меня нету красных сердец, и у меня каждые 40 секунд будет включаться щит. Никакие эффекты при получении урона за лоста нельзя использовать, если ты только не найдешь перезайдем. Если ты не найдешь тупое лезвие, которое имитирует получение урона. Туз треф, это бомбы. Я могу взять сквизи, но это слабенький тирс. Ладно, я не буду жадничать. Я не буду жадничать. Так, можно взорвать здесь, потому что все равно ангелов не будет. Тем более, у меня туз. У меня появился ключ. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Прощай, Firemind, я не буду взрываться. Эта тринька, она вызывает пердеж, когда подбираешь монетки, поэтому она плохая. Монетки будут разносить в разные стороны. Она также пассивно увеличивает дропы с какашек, дополнительный эффект. Но сейчас здесь какашек никаких нет, поэтому она и не нужна. Так, получается все. Я подожду врагов, чтобы туз использовать. Это было жадно, это было очень жадно. Я еще, я мало того, что пытался побольше врагов заспаунить, я еще и пытался монетки собрать, чтобы не потерять их. Это было нереально жадно. Но теперь у меня есть 9 бомб, я теперь могу проверять секретки. Монетки мне не надо так уж сильно в конце собирать, как я обычно делаю. О, нашелся второй. Отличная секретка, очень спасибо, да. Очень поможет мне, да. Можно заролить здесь. 9 вольт сейчас не особо важно. Это вот в обычном забеге, кстати, было бы неплохо 9 вольт на этом кубике. Он быстро заряжается, хоть и с большим шансом уничтожает предметы. Противные алкаши. Как меня не попало сейчас, я не знаю. Мне дальность нужна, а у меня дальности абсолютно никакой нет. Так, щит был активирован в 0,0 секунд. Запомнили? Я могу сейчас подождать зависимый. Это ничего не делает сейчас для меня. Ну, в принципе, можно перезайти, чтобы морда не дрожала. Обычно зависимый фиксирует любой урон на полное сердце. Мне нужно до 40 секунд активировать волну. давай. И сейчас у меня включается щит. Потому что я 0,0 секунд получил щит. Это значит, что щит будет следующий через 40 секунд. Правда, сам щит 10 секунд длится и кончился до того, как вообще что-либо раскрутилось. В итоге это было бесполезно, потому что тут не особо большая сложность есть вообще. Но думаю, в каком-нибудь там Шиоле очень даже важно будет. О, это сложная волна, потому что обычно я стараюсь приближаться, чтобы не терять их, а тут их двое. они сейчас постоянно будут прятаться. Мне постоянно надо будет приближаться. А потом еще и вот этот спам пошел. Это очень сложная волна. Полет, конечно, облегчает задачу, но это одна из таких самых сложных вол на этом этаже, наверное. по возможности подальше стою, потому что уголек. Что ж, ну тут очевидный выбор инкуб, и это замечательно. Плюс еще самонаводка облегчит взаимодействие с инкубом. Меченый сейчас, понятное дело, не особо важен, но в коллекцию статистику добавить хотелось бы. Это дальности, это понижение скорости, наверное, я готов поджертвовать скоростью ради дальности. Это также дамаг дало, конечно же. Конечно же, это дало дамагу. Этот грибочек достаточно приятный. Темперенс дает черта, когда ты играешь в гритмод. В гритмоде нельзя создать попрошаек, точнее, автоматы по сдаче крови. Потому что с них падают капельницы, а в гриде капельницы ломают его. Дашь что-нибудь? Он дал 5 бомб дал. В принципе, полезно. Бумаги о разводе. У меня эта тринка не открыта, та, которая падает с бумаг о разводе. Обычно здесь падает мистическая бумажка, которая при получении урона может сработать в качестве полароида, негатива, потерянной страницы, и также она может сработать в качестве постера. 25% шанса, что она сработает в качестве постера. Если бы она была у меня открыта, было бы очень хорошо. Замедление это плохо, а вот клея это хорошо. Так что можно мистическую бумажку носить просто ради того, чтобы иметь 25% шанса на то, что ты воскреснешь в качестве лоста. Это немного, но это больше чем ноль. Клей очень прикольно сочетается с самонаводкой, потому что клей позволяет несколько раз получать, наносить урон одному и тому же врагу, и с самонаводкой, особенно если слезы будут медленные, слеза будет попадать, и с самонаводкой возвращаться в этот же врага, пока у нее дальность не кончится. и в итоге будет очень даже круто сочетаться. Я бы хотел сейчас трусы взять ради дальности. Какой маленький. Да, мне дальности не хватает сейчас. Дальность в гридере очень важна, потому что финальный босс по углам прыгает. Точнее ты его гоняешь по углам, потому что это самая лучшая стратегия. Так что особенно за лост эта дальность очень важна. А если говорить про мою комбинацию с самонаводкой, тем более. Трусики два с половиной. Ну и разумеется за лоста так как ты не можешь получать уроны, потому что ты иначе просто сдохнешь. Ты гарантированно всегда получаешь брелок на 10 удачи. Что очень даже приятно его бустит. Так, ангел. Какие-то странные действия выполняешь. Хорошо. Так, я могу потрогать часть гапи и заролить ее. Я могу просто дмошап взять. Наверное, я просто дмошап возьму. Также буду иметь возможность наделить вообще скорость да-да-да. Буду иметь возможность страх наложить на врагов. На самом деле это плохо. Страх очень мешающийся дебаф. по возможности его стоит избегать. Там технология. Технология сейчас будет очень хороша, потому что у меня уголь. И технология также достаточно хорошо комбинируется и с самонаводкой, и с клеем. Не так, как я описал до этого, конечно же, но все еще очень сильно. Почти максимум терзы. Водолей с самонаводкой. ооо, это мечта. Так, ну, это можно взорвать. Здесь будут глазики, и нужно всегда помнить, что на этом этаже есть глаза, потому что как только они на краю экрана появятся, они сразу же в тебя стрельнут. так что приближаться надо внешнюю верхнюю часть экрана не по прямой, а всегда как бы наискось. Этот этаж это первая такая жесткая проверка, как ты умеешь доджить непредсказуемость волн. Тут надо всегда про глаза помнить. Глаза это главная проблема этого этажа. Ну и также враги, которые трипл-шотом стреляют и постоянно как прыщики вылезают хрен знает где. Но они обычно более предсказуемые. Заметьте, как след за мной притягивается к боссам, в принципе ко всем. Это как раз-таки водолей принимает свойства самонаводки, и это просто великолепно стягивается такой потрясающий эффект. Дамы и господа, техно брем. Технология не стреляет, но она окутывает как бы. Это чисто визуальный эффект, но на самом деле нет, что технология для брема дает полторашний множитель урона. Плюс еще уголь. Это великолепная комбинация. Еще забавная ситуация, смотрите прикол. Бремстон плюс технология это полторашний множитель. Бремстон плюс Бремстон это 20%, то есть 1,2 множитель. Если я сейчас получу второй бремстон, комбинация с технологией выключится. Не бывает мега техно бремстона, есть только техно бремстон и мега бремстон. И в итоге, если вы прожмете с этим бремстоном сульфур, или там второй бремстон найдете, технология будет абсолютно бесполезной, и вы потеряете свой урон. Это очень неочевидно, но это то, что есть. Сейчас полтора, а два бремстона будет 1,2. Это очень сильно замедляет скорость, поэтому нет. А это наоборот увеличивает. Хорошо, мини-грип. Книжку потрогать, и потом я ее заролю, скорее всего. Так, здесь мне ничего не надо. Бомбы есть, можно взорвать. Не думаю, что мне нужна синяя карта. Можно взять двойной заряд. Сколько он сейчас выгоден? Не, я не думаю. Вот это вообще невозможно сейчас брать, это будет абсолютно ужасно, потому что у тебя будет двойной шанс на то, что ты от испавнишь предметы. Удачи с этим. А почему он иногда прекращает стрельбу, как будто бы инкуб? Не первый раз замечаю странный эффект. Может это из-за геймпада моего. Это чё? Это question карта. Я вряд ли её буду использовать, поэтому просто сейчас заюзаю. Она имитирует активку. И с помощью неё можно копировать одноразовые предметы, но сейчас я вряд ли что-то такое получу. Взорву, потому что денег уже много потратил. Так, бримстоун это чё там? Это 033 скорострельность, то есть 5 это 1,66 это по идее максимум. Я не помню какой максимум у бримстоуна. Вообще можно почитать по количеству терзапов. У меня 2 терзапа на 0,7 правильно? То есть мне можно... А нет, у меня максимум терзапы, у меня сквизи ещё. Да, сквизи 2,07 это уже больше 2,5 или нет по-моему 1,8 максимальный терзапы 1,7 так или иначе всё в порядке. У меня уже максимальный должен быть. 1,67 макс например мне пишут в чате. Забавно, что мне всего-то одной сотой не хватает. Можно ради скорости просто взять полёт. Но в принципе в гриде не так важна большая скорость. Так что я за рулю. Здорово окошко. Что ж это одна из важнейших вещей в жизни Лоста найти дохвую кошку. Теперь неважно про что произойдёт я выживу. хотя я не думаю что у меня были какие-то проблемы до этого. Я не запомнил сколько у меня там в донат машина остаётся денег. Там было около 40. Может быть меньше. Подруга чтобы она не повторилась. пандора на этом даже ничего не даст. Клятва абсолютно никакого действия на лоста не оказывает. потому что у него нет здоровья. Глаз гапи. У меня я могу дождаться сделки. Если в сделке будет глаз ну не глаз а другая часть гапи то хорошо. Ладно я просто возьму буду надеяться на сделку секрет не здесь потрясающий билд не хватает бэкстейвера разве что я не видел тени абсолютно это не последняя была волна я откажусь от клея наверное это сильнее потому что сам наводка а технология работает ножом точно вот это вот лазер который возникает между ножом и технологии он очень сильный он реально очень сильный эта комбинация нереально мощная и во-первых наносишь урон когда перебросил нож во-вторых это реально добавляет дпс очень сильно давайте карты они могут быть усилен усилен ими быть ничего полезного кроме джокера ладно все пошли дальше усиливающими я имею ввиду но я могу плюс два урона просто получить но могу и бабика взять давай вывека так будет смешнее будет копировать мои выстрелы так тут пятаков нету потому что мне глаз гапи вон там вот видите палочки я вижу что там нету пятаков поэтому пошли дальше а там в окипении сейчас рисковать жизнью ради удачи которая мне нужна так вот эти монетки это самое худшее что есть когда ты пытаешься без урона проходить потому что они такие рандомные их вообще предсказать невозможно и увидеть их тень тем более так сердца надо уничтожать потому что иначе он усиленно забав это за них она и он почти сдох уже этот билд нереально сильный так нужно помнить про вот эти выстрелы что он может их сделать поэтому не надо так близко к нему стоять ждем когда он прыгнет вот он прыгнул и сейчас надеемся что волны не заденут она и у меня уже щит активирован да я зря к нему так близко стоял открыли зодиак и открыли папина потерянная монета хорошая штучка что та что другая и сейчас будет открыт кипер если бы все были такими щедреними как ты этот эффект больше нигде не играет в игре он уникальный для этого места посмотрим на фейерверки а чё все когда разрушаешь фейерверков нету ладно открыли хранителя донат машина теряет какой-либо смысл в смысле грит донат машина конечно есть еще обычная это разные машины в нее теперь можно заносить заново деньги но это абсолютно никакого эффекта не даст ну и открыли собственно вот он хранитель кипер и у потерянного теперь пройден грит чё там он открыл боссовский предмет потерянная папина монета это дальность лакап и также в золотой монете в золотом пуле появился зодиак который каждый этаж будет давать вам случайный эффект зодиака неплохой предмет раньше он был плохим но потом весы бафнули и для меня в принципе этого было достаточно чтобы зодиак стал хорошим предметом что ж ладно удачки